В реестре объектов культурного наследия регионального значения вошел ансамбль Троицкого монастыря, который расположен на Московском шоссе. Место уникально своим историческим значением. В 1386 год первое упоминание в летописи о том, что преподобный Сергий Радонежский пришел в Рязань, остановился здесь в монастыре, ночевал здесь, молился здесь. Тогда был, конечно, деревянный весь. И наутро пошел в Рязанский Кремль на встречу с Олегом Рязанским для примирения великого князя Дмитрия Донского и Олега Рязанского, то есть Москвы и Рязани. Однако постройки того времени не сохранились, ведь тогда Рязань была деревянной. В 1695 году был построен Троицкий храм, а затем Сергеевский, который сейчас полностью отреставрирован. Троицкий храм на плотно реставрируется, реконструкция уже заканчиваем. Впереди колокольню будем строить заново практически, потому что остался один ярус только. Очень много здесь, когда строили завод, много допустили неправильностей. Всю эту землю, которую сколозаван по всему, можно сказать, размазали, чтобы не вывозить за такой термин. И поэтому приходится исторический ноль, подходить к историческому нулю, это местами до полутора метров даже снимать слои земли. Сейчас реставрация мужского монастыря продолжается. Внесение в реестр объектов культурного наследия регионального значения помогает привлечь партнеров и продолжит работы, учитывая все нюансы исторической архитектуры. Под охрану попали и три резных домика на улице Щедрина, которые теперь стали единым усадебным комплексом. Номера 19, 21 и 23 были памятниками еще в советское время. Сейчас же в реестр объектов культурного наследия включили прилегающую территорию и хозяйственные постройки, что поможет сохранить их в первозданном виде. Это такие яркие образцы как раз русского стиля в архитектуре. Этот стиль стал популярен во второй половине 19 века. Он считается, что, скажем так, родоначальник этого стиля, человек, который ввел этот стиль в моду, архитектор-рапет, точнее фамилия у него была Петров, но он, в общем, фамилию свою немножко поменял, поменял местами буквы и стал рапетом. И поэтому зачастую такой стиль называют рапетовский еще. Это как раз стиль, который включает в себя деревянные резные наличники, карнизы красивые. Вот это то, что мы все любим, такое, да, похоже на деревянные терема. Также это практически единственная сохранившаяся в Рязани усадьба с садом, который до сих пор плодоносит. Интересная история дома. Его построили в 19 веке. А в 1910 году Петр Михайлович Попов, родственник изобретателя радио Александра Попова, решил выдать замуж свою дочь и в качестве приданного подарил ей эти три дома. Софья Петровна оказалась владельцей всей этой усадьбы. И я как хорошо ее помню. И давала она мне книжки старинного древолюционного издания. И все, там были у нее журналы Нивы. В общем, мы с ней были в хороших отношениях очень. Анатолий Иванович родился в 1930 году и всю жизнь провел в этом доме, который за годы внешне практически не изменился. Галина Кудряшова, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Галина Кудряшова, Сергей Данилин, телекомпания «Город».